Добрый день! Меня зовут Анатол. Я познакомлю вас с уникальным автомобилем. Наш автомобиль называется G Manjaro. Уникальнейший автомобиль, и вы об этом знаете, потому что уже, несмотря на ажиотаж, посмотрели 100% десятки роликов. Данный автомобиль оснащен двигателем 2 литра турбомотора, которому уже 10 лет. На секундочку, он устанавливался на Volvo уже 10 лет. Представляете, какой достаточно большой промежуток времени и пробеги в том числе. Далее, коробка 8-ступенчатая, японская, автоматическая, гидротрансформатор, производство Aisin. Все его знают, все не понаслышке. Очень хороший агрегат. Ну и, естественно, система полного привода, такая же 6-го поколения, как на большинстве европейских автомобилей. Это Borg Wargner. Что уникально, данный автомобиль оснащен уже диодной оптикой, не рефлекторной, как было в Тугеле, все мы прекрасно знаем, что это такое, а уже линзованные. Две линзы в одном блок-фаре. Это тоже классный свет, ночью вы оцените. Дизайн данного автомобиля напоминает на самом деле Volvo. Вы просто присмотритесь вот к передней части данного автомобиля. Вот эти фары, вот эта решетка агрессивная, большая. Просто как на Volvo XC90, чуть-чуть меньшего размера. Но это очень важно. Дороги будут узнаваемы, вы будете ехать как на большом, хорошем автомобиле. Данный автомобиль оснащен колесными дисками 20-го диаметра, что прям он приукрашает его в 10 раз. Где не дальше? Я не говорю какие-то мелочи, как бесключевой доступ или какие-то еще штуки, как электропривод посольческого сидения. Это все здесь в априори присутствует. Самое важное в данном автомобиле, здесь есть двойное остекление, что позволит вам сидеть в тишине и покое, даже несмотря на внешние посторонние звуки. Здесь находится уникальное вообще для автомобилестроения площадь экранов. Их просто три монитора. Один центральный, это у нас цифровая приборная панель. Для водителя и сзади пассажиров есть центральная мультимедиа, которая может изображать видео, проецировать музыку. То есть все здесь. И отдельный монитор такого же размера, как и центральный, только для пассажиров. Ни у кого такого нет, вы не пожалеете об этом точно в дальних поездках, я вас уверяю. Естественно, здесь у нас 6 режимов движения. Есть в том числе даже интеллектуальный, который подстраивается под вашу манеру езды. И потом максимально экономить топливо, ездить так, как вам нужно. Связь, мотор, коробка здесь просто уникальная. Итак, мы находимся внутри этого флагманского автомобиля, о чем говорят даже наши с вами отделочные материалы. Это натуральная кожа напа. И, соответственно, если присмотреться к потолочной отделке, это алькантары. Вы посмотрите на размеры этого стекла на крыше, вы удивитесь. Для такого автомобиля это просто колоссальные размеры. И передняя часть, на секундочку, открывается в половину автомобиля. Что удобно как для передних пассажиров, так и для задних пассажиров. Поэтому тоже одна из вещей, которая вам поможет. Так, ну что, вот мы на заднем диване нашего автомобиля Джельманджаро. И я вам скажу, что здесь очень просторно. Более чем. С моим ростом 175 сантиметров. Здесь очень много расстояния, несмотря на панорамное остекление до потолочной части. Ну и, соответственно, очень далеко отодвинуты передние сидения. И я скомфортно размещаюсь здесь. Что из уникальности, здесь присутствует третья зона климат-контроля. Она на сенсорном экране. И плюсом два USB порта для зарядки телефона. Багажный отсек. Все думали, что он будет маленьким. Но нет. 562 литра здесь мы имеем. Несмотря на то, что у нас еще присутствует с вами большой органайзер. Для каких-то мелочей не повседневных. Ну, естественно, там у нас находится докатка. Розетка в багажном отсеке для компрессора. Ну и лампы освещения также есть. Электропридург, крышек, багажник. Срегулировка поднятия высоты. Вот здесь у нас находится сабвуфер. Вот наша система Bose. Здесь 9 динамиков и один сабвуфер. Итак, за рулем вы чувствуете себя просто королем дорог. Откоренно говоря, настройки сидения руля очень-очень энергоемкие. То есть можно под любого человека настроиться. Не важно какого его роста. Память на двух водителей. Сидения, к сожалению, без руля. Все зимние опции. Могрев лобового стекла. Обогреваемые форсунки. Обогреваемый руль. Обогреваемые передние и задние сидения. Это все у нас есть. Передние сидения с функцией вентиляции для жаркого лета. Так как у нас кожаный салон. Беспроводная зарядка. Как я уже ранее говорил. Шесть режимов выбора движения. Один из них интеллектуальный. Два оффроуд режима. Зимний и бездорожный. Также у нас много здесь функционала по безопасности. Что мы имеем? У нас есть система предупреждения выезда с полосы. Система удержания в полосе. Мониторинг слепых зон. Также здесь присутствует, которая распознает автомобили легковые и грузовые. Также видим систему распознавания велосипедистов и пешеходов. Обозначение выезда с парковки. То есть машина остановится, если мало ли экстренно кто-то будет выезжать с парковки. Естественно, присутствует автоматический парковщик, чего, наверное, нет практически ни у кого на сегодняшний день из присутствующих автомобилей. Ну и, собственно, помощь в парковке. Это камера 360 и передние и задние датчики парковки. Для вашего удобства эксплуатации автомобиля в загородных трассах есть адаптивный круиз-контроль, который работает в режиме до 150 км в час. И не забываем еще про автопилот, который работает до 130 км в час. Позволяет вам вообще ничего не делать. Управляет самостоятельно, держит автомобиль, притормаживает. Отличия. Вы спросите, какие между круиз-контролем и автопилотом? Автопилот не заставляет вас принимать управление, а делает все самостоятельно. А круиз-контроль все время контролирует вас, чтобы вы держали руки на руле. Итак, замечательный автомобиль. Считаю, что его нужно посмотреть вживое. Приглашаю вас к нам в Димский центр на улицу Спешилова, 107Б. Джили, Камская долина, Автопрестиж. Я вас буду ждать.